Воду я слегка подсолю. Вы можете добавлять при варке печени специи. Полезные свойства мяса и печени налима использовались в древние времена для лечения различных заболеваний, даже для алкоголизма и катаракта. Вода у нас закипела, и я сейчас буду отваривать печень. Аккуратно выкладываем ее в кипящую воду. Вы можете добавить специи, лавровый лист, черный перец, но мне хочется, чтобы вкус нашего готового блюда был натуральным. Печень достаточно варить 10 минут. Для паштета я буду использовать сегодня морковь, лук и зеленый горошек с отварными яйцами. Лук и морковь мы нарежем большими кусочками в произвольной форме и обжарим на смеси растительного и сливочного масла. Жарить сильно не нужно, главное, чтобы овощи стали мягкими, они придадут готовому паштету сочность. Если вам хочется какого-то оригинального вкуса, вы можете добавить туда же обжаренные грибы. Лучше использовать грибы с таким нейтральным запахом, чтобы все-таки не перебить вкус готового блюда и вкус самого паштета. Так, достаточно. Мы разогреваем масло. Мы добавляем немного растительного масла. И где-то столовую ложку сливочного. Сливочное масло мы добавляем для того, чтобы, когда охладится паштет, он стал более плотным. Застывает масло и застывает сам паштет. Добавляем туда овощи. И оставляем их обжариваться на небольшом огне. Так, печень у нас варится. Мы сделаем огонек поменьше и помним, 10 минут. Морковь с руком у нас готова. Печень уже отварилась. Сейчас мы достанем ее в тарелку, приготовим стакан. Достаем печень из бульона. Бульон не выливайте сразу, потому что, если у вас будет густой паштет, вы всегда можете его добавить. Я добавлю в морковь лук тимьян. Учитывая то, что масло еще кипит, он отдаст овощам свой аромат. Очень вкусно. Сейчас мы перекладываем печень и налимы в чашу блендера. Если у вас нету такого агрегата, печень и налимы можно приготовить и через мясорубку. Так, возьмем яйца и горошек. Предварительно, мы немного измельчим печень. Сейчас мы добавим лук и морковь. Вместе с маслом. Сейчас я добавлю яйцо и горошек. Если вы хотите, чтобы паштет был натуральным, на это вы можете уже остановиться. Но всегда хочется, чтобы этого изысканного деликатеса было побольше. Поэтому я добавлю туда еще несколько добавок. Паштет мы измельчили. Так, возьмем подходящую емкость и переложим в готовый паштет. Посмотрите, какого он стал интересного, красивого цвета. Он не серый. Если вы хотите почувствовать вкус печени еще более натуральный, тогда вы просто можете не измельчать паштет, а после отваривания добавлять печень в различные салаты. Сейчас мы посолим паштет по вкусу. И я добавлю немного черного перца. Перемешаем. И переложим его в подходящую емкость. Для более оригинальной подачи можно выложить паштет на пищевую пленку и свернуть колбаской. Если вы готовите печень без добавок, просто натуральную с луком и морковью, то, чтобы дольше ее сохранить, вы можете растопить небольшое количество сливочного масла и залить готовый паштет сверху. Наш паштет готов. Я закрою его крышкой, и нам следует его немного охладить. Потом мы можем его пробовать. Для приготовления паштета из печени налима предварительно очищаем печень от пленок и прожилок. Отвариваем в подсоленной воде в течение 10 минут. Лук и морковь обжариваем на смеси сливочного и растительного масел до мягкости. Ароматизируем тимьяном. Охлажденные ингредиенты измельчаем в блендере до пюрообразного состояния. Добавляем соль и перец по вкусу. Сегодня мы постигли с вами несколько тайн рыболовной кулинарии. Мы приготовили хе из налима. Это салат или оригинальная закуска, как вам больше нравится. Поверьте, он первый исчезнет с ваших и повседневных, и праздничных столов. А еще мы приготовили паштет из печени налима, который вы можете подать с гренками, с белым или черным хлебом. Для более пикантного вкуса в него можно добавить маринованные огурцы, оливки, каперсы. Все, что вам нравится. Искренне желаю вам, чтобы ваш день был таким же вкусным. А в ваши садки обязательно попался такой же трофейный налим, как и у меня. С вами была программа «Рыбный день», и я ее ведущая Жанна Дятлова. Редактор субтитров А.Семкин